Картины о галерее теперь целый месяц экспонируют картины Чарикова Евгения Федоровича. Выставка называется «Возвращение». Открытие больше похоже на вечер воспоминания художники. Помимо любителей искусства, здесь собрались все его друзья. И каждый хотел рассказать свое воспоминание о талантливом друге. И вдруг появляется в берете вот такой крепыш. Я имела честь его знать, но я его не знала так, как можно узнать сегодня. Но я работаю вообще первый раз. На выставке много работ, посвященных природе и военному времени. Евгений Чариков прошел всю Великую Отечественную, служил связистом. Поэтому в зале много картин в багрово-красных оттенках. А вот картине «Алые маки Приднестровья» 32 года. Она написана маслом в 92-м. Если внимательно присмотреться, можно прочесть слова на скрипке «Милая мама, роди меня второй раз». Евгений Чариков был не только талантливым художником. Друзья вспоминали его проникновенные стихи. Я счастлива, что я знала Евгения Федоровича Чарикова. Знала и хорошо знала. Стихи у него, да вообще он как-то образно мыслил, понимаете? Он не плоско. Евгений Федорович красиво писал и кистью, и ручкой. К стихам сочинял музыку и пел под гитару на вечерних дружеских посиделках. Сто лет со дня рождения выставкой решил отметить вот этот человек – художник Сергей Панов. Я провел несколько дней там, ну по несколько часов, потому что их нужно было найти. Вот помогали, конечно, сотрудники. Вот и первый раз, когда год назад мы фотографировали работы, мы нашли только половину. А потом через время, вот сейчас, когда я был там, готовил выставку, то сотрудники, девочки, они подсказали, вот, а вот здесь еще какая-то пачка, и нам кажется, по технике похоже на… Ну и там оказалось еще 20 работ. Лучшие работы. Они рассказывают о художнике лучше любых слов. На самом видном месте – портрет любимой жены. Чариков, как и положено творческому человеку, вдохновлялся любовью. Для него любовь Яковлевна – это было, ну вот, что-то такое, ну вот, которое постоянно, рядом, постоянно. И он без нее вообще не представлял, как это можно быть. Выставка продлится месяц, но чтобы познакомить с работами художника как можно больше приднестровцев, партия обновления напечатала книги с работами Евгения Чарикова. Их подарят в школьные библиотеки и музейные фонды.